Приветствую вас, мои хорошие! Вчера было воскресенье, и как вы догадались, мы поехали первый раз за всю эту долгую зиму, мы поехали на блошиный рынок. Хочу вам сказать, что, конечно, цены здорово поподнимались, хотя выбор по-прежнему есть. Конечно, немножечко было... О, вот эти лампочки я купила за тридцатку-две. Я думаю, что вы порадуетесь. А за эту тарелочку, по-моему, просили целое состояние. Мне пришлось ее оставить, хотя она довольно-довольно симпатичная английская тарелка. Это тоже шикарнейший фарфор. И опять же просили целое состояние. В общем, о ценах в 2-3 доллара, 5 долларов придется забыть. К сожалению, все это продается через интернет. Ой, вся такая красивая посуда за баснословные деньги. Но, тем не менее, вы знаете, на блошинном рынке все еще дешевле, потому что вы не платите налоги, не платите пересылку. Ой, какой мишка хорошенький. Сняла специально для моих русскоязычных зрителей. И, да, довольно симпатичные вазочки. Вот этот, между прочим, дисплей. Он очень дорогой. И вы видите, вот здесь вот фарфоровые фигурки. Фигурки английские. И цена 28 долларов за такую маленькую крошечную мышку. Только потому, что она приехала с Англии. Конечно, очень милые фигурки. Вот даже есть свинка дня. Привет, Светлане Малевской. Вот. И я думаю, что она бы ей понравилась. 38 долларов. Вот за такую симпатичную свинку дня. Вот. Да, этот стенд довольно был дорогим. Хотя здесь очень много интересных вещей. Довольно симпатичных статуэток. Но вы здесь видите бабушку с шарами знаменитую от Royal Dalton. Здесь она стоила 68 долларов. Цены почему-то на нее довольно приличные. И не собираются падать. Вот здесь опять же какие-то интересные статуэточки. Немецкие, да, Germany. Не смогли сфокусировать. Коллекционные все предметы. Вазочка вообще шикарная, конечно. Сколько там за нее просили? По-моему, все 128 долларов. О, если я правильно увидела цену. А вот этот зайчик, ну это же прелесть. Вы посмотрите на этого английского лорда зайца. Между прочим, знаете, почему выставлено очень много зайчиков? Потому что католическая Пасха, истер на английском, она вот почему-то именно ассоциируется с зайчиками весенними. Ой, какой лягушонок шикарный. Просто шикарный барон. Сколько он там? 26 долларов стоит, мама дорогая. This week, England. Да. Да. Шикарные статуэтки, конечно. Просто нет слов. А вот эти вот, кто коллекционирует, если у вас есть в коллекции вот такие головы, я вас хочу поздравить, потому что, потому. Видите, и 23 доллара, и 25 долларов, они довольно прилично стоят. Вот. А здесь, смотрите, здесь симпатичные лошадки. И угадайте, сколько стоит этот набор депрессионного стекла? 45 долларов. Вот так. Когда-то депрессионное стекло ложили в подарок. Тоже симпатичная китайская вазочка. А теперь это 45 долларов. А вот эти милые клоазане, шкатулочки маленькие, может быть, даже таблетницы, каждая по двадцатке. И не центом меньше. Вот. Торговаться было, конечно, невозможно. Хотя я в конце потом выкупила себе за 5 долларов. Немножечко другого типа. Но тоже клоазане. Такую очень приятную таблетницу. Вот. Ну, а за это, за цены я даже и спрашивать не стала. Хотя, конечно, красивый товар. В общем, вы знаете, немножечко мы, конечно, ушли чуть-чуть, как вам сказать, расстроенными. Потому что довольно-довольно. Вот мы пытаемся вам показать поближе. Потому что, чтобы рассмотреть смогли. Красивые, красивые. Но двадцатка тоже пока еще хорошая цена. Как вы думаете, мои дорогие? Приличная довольно цена за такую, в сущности, безделицу. Правильно? Вот. Ну и довольно интересный набор для прихожей. Приятного такого цвета слоновой кости, наверное, да? Очень красивый такой пластик винтажный. Не помню, сколько он стоил. Полюбуйтесь на красивых, ярких клоунов. Очень интересных. Ой, прелесть какая. Игрушечная. И что еще? Картины были, конечно, тоже довольно интересные. Особенно мне понравилась, знаете, какая картина сейчас она будет? Да, вот этот дом на берегу озера. Просто прелесть. Ну и крошечная мебель. Интересная. Вот кто коллекционирует, то можно пополнить коллекцию. Ну и смотрите, какие симпатичные курочки. Просто прелесть. Шкатулку, кстати, вот мы смогли купить. Она была недорогая за пять долларов. Так, а это... Не помню, почему уже не взывает это блюдо. Ну и, конечно же, моя любимая морская тема. Это морские звезды здесь были. Ракушки. Где-то сейчас будут, да. Так что постепенно. Ну и хенд-санитайзер. Куда же без него. Шикарнейшая ваза. И это, кстати, Ленокс. Вот в единственном месте мы увидели Ленокс. Больше уже не было. Ну, тоже довольно красивая тарелочка. Вот. Ну, а здесь мы уже с вами смотрим. Здесь уже современная посуда. Вот этот зайчик за пять долларов. Вот видите, кое-что еще можно купить. И зайчиха тоже такая интересная. То есть все вытащили, подготовили к Пасхе католической. Интересно, интересно. Но вот это, вот смотрите, вы видите там на заднем плане. Вот это похоже на ножницы. Но на самом деле это старинный предмет, чтобы снимать агарок у свечи. По 25 долларов каждые щипцы стоят. Ну, согласитесь, предмет интересный довольно. Опять же пошла посуда. Вообще, вы знаете, в этот раз был посудный день. Я обязательно сделаю обзор. То, что я купила на блошином рынке. И я думаю, что вам понравится. Посуда была довольно неплохая. Но вот с бижутерией немножечко, конечно, была напряженка. Уже нет таких развалов, как было раньше. Вот. Еле-еле в конце рынка нарвались на развальчик. Вот. Так смогли там кое-что, как говорится, выцарапать. Выцарапать себе, да. Вот. Это камеет 70 долларов. Сразу предупреждаю. Здесь все дорого. Чашечка эта тоже прилично стоила. Долларов 50. А эту тарелку я не помню. Почему я не купила за пятерку? Вот сейчас смотрю. Не могу понять, какого черта я ее не купила. Знаете, иногда полезно пересматривать свои же видео. Прелесть, конечно. А вот этот набор. Вот это я хотела вам рассказать. Это в самолетной компании. Раньше давали в КЛМ. Авиационной компании, прошу прощения. Давали вот такую выпивку. Это на самом деле бутылочка с виски. Давали пассажирам первого класса. Кстати, вот здесь тоже вы видите набор светильничков. Два светильника 30 долларов. То есть светильники были по очень хорошей цене в этот раз. А это шикарный набор ВАЗ. Он стоил аж 125 долларов. За него просили. Конечно, довольно дорого. Вот что еще. Вот еще одна роскошнейшая посуда. Сколько же за нее хотели? По-моему, 10 долларов. А, 65 долларов. А вот эти тарелочки я смогла купить. Они были по 5 долларов, по-моему. Да. Весь набор стоил 20 долларов. Так что я купила. Я вам покажу их поближе обязательно. Вот еще один кораблик. Кто любит. Вот. Тоже симпатичная шкатулочка. Но, по-моему, за нее дорого. Тоже очень просили. Вот. Но здесь нету съемок. Но нам очень повезло с флаконами духов от Avon. Я сделаю отдельное видео. Вообще, у нас еще есть блогер Ирина Винтач Айдахо. Вот у нее тоже можете посмотреть. У нее интересное недавнее видео. У нее про флаконы духов от Avon. Вот. А, эта кружечка тоже нам подвезло за десятку. Сейчас таких цен просто нету. То есть, кое-что еще можно пока что выцарапать. Вот. А это же тоже очень симпатичная миниатюрная мебель. Вы знаете, она мне нравится все больше и больше. Я, правда, не знаю, где я буду ее коллекционировать. Но смотреть на нее одно удовольствие. Так вот, с флакончиками духов, конечно, нам очень повезло. Я думаю, что моим зрителям будет интересно. Вот я. А, этот флакончик духов был из муранского стекла. Вот. И продавец, конечно, знал, что он продает. И просил за него, по-моему, тридцатку. Вот. Вот. Даже книги были. Американ Хэритэдж. Сумочек красивых уже не было, конечно. Таких, знаете, как мы любим винтажные сумочки. Ну, вот были немножко такие натуральные камни. Вот кто любит. Довольно интересные. Довольно красиво переливаются. Мои зрители научили меня, что вот такой срез называется Друза Агата. Так что теперь я знаю. Ну, и снова всякие там безделушки, да, статуэтки. Морская тематика. Морская тематика. Кто это любит. Вот, довольно интересная тарелочка. Интересно, это, наверное, официанты стоят. А это прямо вот кто чинит куклы. Привет, Марине Акулиничевой. Это для нее прям было бы, конечно, было бы для нее раздолье. Что там целые запчасти куколок. Вот, ну, на этом, наверное, закончу свой обзор. Большое спасибо, что вы были со мной. Всех люблю, целую. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Симон «Симон» Симон «Симон» Симон «Симон» Симон «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал!